Удары по Сирии теперь совершенно официальные действия Израиля. После каждого налета первые лица государства комментируют происшедшее, объясняя это намерением Тель-Авива не допустить экспансии Ирана в соседней стране и отвести угрозу от своих границ. Сергей Усленда расскажет подробнее. Хермон вновь открыт для посетителей. Вероятно, это единственный в мире горнолыжный курорт, прикрытый системой противоракетной обороны. Именно она 20 января сбила ракету, запущенную из Сирии. Это была не зенитная ракета, которые периодически залетают в воздушное пространство Израиля, что называется случайно. Израильские разведчики полагают, что это была оперативно-тактическая ракета «Земля-Земля», запущенная с территории Сирии иранскими военными. Потому реакция Израиля была жесткой, но предсказуемой. Волна за волной боевые самолеты всю последующую ночь атаковали цели на территории Сирии. Что необычно, высшее руководство государства лично подтвердило факт атаки. Эти удары – прямой и решительный ответ на ракетный запуск, осуществленный иранскими силами с территории Сирии. Это прямое доказательство растущего иранского влияния в Сирии, и мы не намерены с этим мириться. После заявления Трампа о выводе американских войск из Сирии эксперты констатируют значительную активность Ирана в этой стране. Официальный Тель-Авив считает это смертельной опасностью, напоминая об угрозах Тегерана в отношении Израиля. Буквально неделю назад верховный главнокомандующий Иранского корпуса стражей исламской революции генерал Джафари заявил, что мы просто ждем момента, и мы можем на вас реализовать в отношении Израиля просто ракетную атаку. Это будет очень серьезная атака. Если до последнего времени две страны лишь обменивались угрозами и заявлениями, то сейчас ситуация кардинально поменялась. По сути, впервые за 40 лет иранские и израильские силы находятся в непосредственном соприкосновении и несут потери. Это уже не просто вражда. По сути, Тегеран и Тель-Авив находятся в состоянии необъявленной войны, постепенно переходящей в боевые действия, которые пока ведутся только в сирийском небе. Сергей Услендер, Хабар-24.